занимаемся средневековым ремеслом перетопка воска вернее перетопка забруса после летнего сезона вот такая средневековая топильня топильня не знаю как ее назвать в общем короче обычный костер и огромная 50 литровая армейская кастрюля с отбитой ручкой вот забрус который связался когда мы качали мед использую дождевую воду главное чтобы не было минералов солей если там есть соли то они когда воск начинает плавится соли минеральные в воде вступают в реакцию с воском и образовывают новую новое вещество но тогда-то такое всплывает в виде серой суспензии это уже не воск после реакции солей минеральных с воском с растопленным серое вещество которое образуется там и тогда люди пытаются его что-то переплавить опять отстоять но это сделать уже невозможно поскольку то серое вещество воскообразное уже не не является воском и отыграть в обратную никак не представляется возможным поэтому чтобы такого не случилось нужно просто напросто заливать не просто мягкую а дождевую воду я топлю на черную сначала у меня и ведра такие на черную зачем я топлю сразу вот так как на черновик по одной простой причине как я говорил здесь уже очень много меда и мед препятствует слепанию воску воска воск у меня получается 1 1 блин воска получается внизу рыхлым такие шарики восковые образовываются это на первый раз а второй раз когда я заливаю уже идеально чистую воду дождевую и тяжелых идеально чистые вёдра второй раз там меда практически нет сахара нет никакого и получается идеально чистый блин воска вот так вот буквально два раза перетопить и воск получается круглый как солнышко такое занятие нудноватая долговатые но очень нужное в общем то без этого занятия на пасеке не будет вощины у пасечника не будет дополнительной прибыли с воска с настоящего пчелиного воска поскольку когда топятся рамки черные там нельзя его называть воском настоящим поскольку в рамках есть до 50 процентов присутствует вощины вощина делается не из воска всяких там добавок циррозиновых то вот и считаете пасечный воск который называется воск пасечный он имеет около 30-25 ну там пускай 20 процентов пятая часть у него не воска а всяких циррозиновых добавок из-за того что там топится вощина хоть и указывают все производители что они производят вощину с воска но это далеко не так воска в овощине меньше чем мясо в колбасе очень часто поэтому воск с рамок называется не чистым воском а пасечным а вот этот именно воск когда здесь не топятся рамки а топятся только восковые крышечки меда которым и запечатывались соты с медом чего вот этот воск и является идеально чистым воском он так и называется воск забрусный то есть кто в курсе тот не понимает что это чистый воск пока новая партия начинает топиться уже новая партия забруса у меня таких ведер 20 литровых забруса уж целых 6 штук посмотрим что получилось с первой партии откажется половину половина кастрюли 50 литровой два с половиной ведра ну пускай этот ведро воды будет 20 килограмм воска как минимум сразу прикидывают это 20 килограмм чистого воска но на самом деле по факту сейчас покажу сколько килограмм получается чистого воска это еще не чистого ну вот я перевернул ведро с вчерашним воском вот что мы имеем а такой вот кусочек имеем с половиной 50 литровой кастрюли вода грязь всякий мусор сначала мусора цели отсидился потом мусор вышел с водой осел и мед растворился в воде и получаем в остатке вот такой вот черновой забрусный воск это уже конечно вещь вещество похоже на воск на чистейший воск вот такой имеет цвет цвет просто ясного солнышка вот такой на изломе красота но как я говорил наличие большое наличие меда в нем не дает воску полностью слипаться и отстояться вот вот эти шарики это не грязь это воск который из-за большого количества меда не смог отстояться поэтому такой вот кусочек чернового воска чистого забрусного но тем не менее вытопленного на черновой вариант нужно будет обязательно еще раз вот разварить большом количестве воды обязательно вода должна быть дождевой либо дистиллированной но дистиллированная вода очень дорого поэтому вода должна быть чистая дождевая чем больше будет количество тем лучше тем больше веществ ненужных растворится и вымоется с воска еще раз таким образом перетопить отфильтровать и обязательно отстоять очень долго чтобы он был жидким как можно дольше для этого ставится в ведро в какое-то укромное место и укрывается одеялами старыми там коврами не знаю фуфайками еще чем-нибудь что воск стоял как можно дольше в жидком состоянии тогда мусорные тяжелые фракции они осядут на дно и воска будет самый чистый из всего возможного который возможно получить без химии вот так вот топится потихоньку наш забрусный воск перед тем как стать монолитным чистым куском забрусного воска теперь очень важно проследить и уследить чтобы он не закипел и не сбежал после того как воск расплавится он может закипеть и избежать точно так как молоко разница только между молоком и воском том что молоко не горит она когда сбегает она тушит огонь воск же наоборот начнет гореть и превратится в пожар локального масштаба в этой простой причине я не топлю воск в доме взрывном закипании воска нужно немедленно и его помешать немедленно перемешать воск для этого есть палка всегда торчащая из кастрюли если его перемешать это собьет лавина лавинообразный процесс кипения буквально на секунд 10-15 этих 10-15 секунд и вам должно хватить чтобы плеснуть внутрь кастрюли холодной воды и сбить процесс закипания поэтому есть ведро с водой есть палка этого пока хватит для экстренного вмешательства процесс закипания воска когда воск начинает закипать только постоянным помешиванием можем препятствовать его сбеганию с кастрюли нужно регулировать огонь кого не практически затушил и постоянно помешиваем чтобы воск не сбежал тем самым дали даем время для того чтобы расплавились последние кусочки твердого воска а потом не теряя времени останавливаем это нудное дело и сливаем весь жидкий воск вот чистое ведро после того как воск весь протечет через кисию не теряя времени относим его помещение и укрываем как можно лучше теплыми вещами чтобы он как можно дольше оставался жидким и спустя шут сутки можем посмотреть что у нас вышло через сутки воск остыл полностью весь стал твердым отслоился от стеночек ведерко теперь можно его изъять и посмотреть какой будет воск вот сливаем водичку переворачиваем ведерко и выпадает вот такой вот кружок вот такой вот кружочек воска вот это все черное весь осадок который скопился на дне благодаря тому что воск долго остывал если бы воск остыл практически сразу то вот этот вот осадок весь бы был внутри воска воска было бы немного больше чем сейчас но он был не таким красиво чистым а был бы темноватого цвета такая маленькая хитрость чем больше остается воск в посудине жидкий тем чище он получается вот этот вот осадок весь уходит на дно ну вот и все после того как очистилась донце кусочек немного промывается в чистой дождевой воде высушивается и может быть реализован любому желающему как чистый пчелиный воск забрусный этот кусочек потянул на 6 600 получился кусочек на 6 килограмм 600 грамм это значит что чтобы получить такой кусок воска забрусного я откачала примерно плюс-минус 660 килограмм запечатанного меда по моим подсчетам для получения 10 килограмм забрусного воска откачивается тона плюс-минус запечатанного меда вот еще для сравнения воск который вытоплен из темной суши тоже воск только пасечный хорошего качества и вроде бы и на цвет неплохой и все отлично но это до тех пор пока не с чем сравнивать если его положить рядом с забрусным разница становится очевидна всем спасибо за внимание и терпение пробуйте у вас все получится